Приветствую вас, Елена. Ключевым ответом на ваш вопрос будет то, что ваши попытки улучшить отношения не решают тех изначальных проблем, которые имели место быть у вас. То есть, тот факт, что вы начали стараться улучшать отношения, но в одностороннем порядке. Никак проблематику не убирают. Не убирают проблематику того, что вы ссорились, не убирают проблематику того, что вы играете в психологическую игру скандалов. И, соответственно, у этого есть свои причины, у того, что вы ссоритесь и с этим нужно в первую очередь разбираться. Из-за чего ваши ссоры, из-за чего ваши скандалы и так далее были. И какой ваш вклад в это, какой вклад мужчины. Ну, с вашей стороны нужно разобраться именно в том, какой вы вклад в насилие в сферу, в конфликт. Следующее. Просьба о прощении, да, то есть, прощение. Это не решение проблем. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, как бы... Это не коррекция себя, да? Это не решение проблем. И, соответственно, проблематика здесь такая, что вы думаете, вы думаете, вы считаете, что мужчине достаточно попросить, у вас прощение и всё, и всё. Проблема сразу решится. Нет. Проблема не решится. Проблема остались и, в частности, остались ваши проблемы тоже, да? Следующий момент, значит, вы говорите, хотел, хочу и хотела улучшить отношения, да? Вот. Вопрос, который у меня к вам здесь будет, да, он звучит, наверное, так. Зачем вам улучшать отношения? То есть, как вы вот пришли к тому, чтобы улучшать отношения? Как вы пришли к этому? Именно, как вы пришли к тому. Такой достаточно важный момент, потому что, там, ммм... Вам, вероятно, вероятно, вам что-то нужно, вам, вероятно, вы, вероятно, в чём вы нуждаетесь, вот. Раз, хотели улучшить отношения, может быть, вы чего-то боялись, я не знаю, это нужно исследовать, вот. Ну, тем не менее, в вашей субъективной стороне вопроса нужно разобраться. разобраться, потому что на данный момент это довольно серьёзно. На данный момент довольно серьёзно этот аспект, что именно вы, значит, хотите отношения улучшить. Дальше, те советы, те рекомендации. Которым вы решили следовать, они безличны, то есть они не учитывают индивидуальных особенностей с человеком, как правило, не учитывают. Вы решили воспользоваться ими в какой-то степени бездумно. То есть, я вот сейчас всё это попробую, да, но мужчина, он ведь не, ну, как и любой человек, но человек, он ведь не подопытный кролик, да, понимаете, какая штука. не подопытный кролик, а человек, и человеку нужен свой особенный подход. Вы это, вы делали то, что делали, вероятно, слишком, я бы сказал, механически, да, то есть без, как бы так сказать, без поправки, без поправки на индивидуальные особенности человека. И, соответственно, это вот и привело к тому, что мужчина, в общем-то, перестал вас ценить, да, перестал вас уважать, и воспринял это как такую вот, ну, капитуляцию своего рода, да, перед, перед ним сами, вот. А я его не оправдываю, безусловно, но хочу сказать просто, что это вполне закономерно, если человек, именно, что просит прощения, но не решает проблему. То есть, проблема сама по себе не решается, которую, ну, человек, как бы, чувствует, из-за которой, собственно, он ссорится с вами, например, и, как бы, то, что позволяло ему ссориться с вами через просьбу о прощении не уйдет. Дальше. Изменение отношения мужчины к вам, оскорбление, унижение в ваш адрес, по факту свидетельствует о том, как вы к себе относитесь, то есть, его, его отношение к вам, это отражение вашего отношения к себе, к сожалению. И можно здесь говорить о том, что вы, как бы, себя обесцениваете. То, что вы сделали до этого, то, что вы, до как вы действовали, до этого всего лишь скрывали вашу заниженную самооценку, вот, скорее всего. И, соответственно, мужчина сейчас это как-то почувствовал в этом убедился, скорее всего, и начал вам отвергаливать то, что вы сами по отношению к себе чувствуете. Вот, тоже вполне закономерно. Вот. Друзья, почувствовал, что вы, что он вам нужен, понимаете, что он вам нужен. Нужность, его нужность вам воспринялась как победа, как ощущение власти, вот, что прямо вытикает из тех моментов, которые стали, которые были причиной для вашего конфликта, вот, для вашей ссоры. И, соответственно, ситуация начала развиваться вот в таком ключе. Вот. Я здесь должен согласиться с коллегой, своим Сергеем Ельченко, который сказал, что вам нужно разобраться в себе. Вот. Вам нужно подкорректировать свою самооценку, а нужно более, я бы сказал, аутентично себя вести, да. То есть, ну, более естественным образом себя вести. Вот. И, соответственно, тогда ситуация может немножко измениться. Но, в целом, есть вероятность, что вы выбрали такого мужчину, который относится к вам так, не случайно. И, если вы скорректируете свое отношение к себе, то данный партнер вам станет неинтересен, возможно, вам станет неинтересен. Это будет означать определенные перемены, начало определенных перемен. Перемены человек может бояться, поэтому вполне возможно, что меняться вы не захотите. Вот. Ну и вызывает вопрос ваш такой обобщающий подход к средствам психологического воздействия. Вызывает вопрос то, что вы экспериментируете с человеком, не особо вникая, что подходит, а что нет. То есть это, конечно, все настораживает. Мягко говоря. Вот. Я бы обратил на это внимание с целью подкорректировать. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.